Веселье, смех, острая сатира, импровизация – все это незаменимый рабочий инструмент любого КВН-чика. 8 ноября Международный день КВН отметили веселые и находчивые, искрометные и оригинальные. Наши корреспонденты расскажут о том, как это направление развивается в Славянском районе. Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер, дорогие любители клуба веселых и находчивых! Вот и настал день, которого мы с вами так долго ждали. Впервые Международный день КВН отметили в России в отдельных странах СНГ в 2001 году. Предложил отмечать этот праздник 8 ноября Александр Масляков, президент клуба веселых и находчивых. Дату выбрали со знанием дела, ведь самый первый КВН появился в эфире в 1961 году именно 8 ноября. Тогда это было новое явление, которое постепенно покорило сердца телезрителей. Сегодня КВН живет, развивается и продолжает собирать под знаменем Кевина КВНщиков из многих стран бывшего постсоветского пространства. В Славянском районе команда КВН начали формироваться в 1996 году. Тогда существовал Славянский государственный педагогический институт, ныне филиал КубГУ. На базе студентов института образовалась сборная команда района «Синяя птица». Эта команда в то время являлась образцом для многих других КВНщиков, а ее участники – примером для подражания сверстников. Участники команды и ребята, которые со школьной скамьи болели игрой в КВН. Они участвовали в лигах как краевого, так и российского уровня. Бывших КВНщиков не бывает. Прошло время, славянские юмористы повзрослели, создали семьи, а некоторые занимают серьезные должности. Но и сегодня в их сердцах по-прежнему живет КВН. В числе известных представителей этого движения в нашем районе Олег Смольников, ныне начальник управления по делам молодежи. Играть в КВН он начал в 2001 году, когда поступил в институт. До 2001 года я не знал, что такое КВН. Просто там участвовал в каких-то мероприятиях школьных, сам организовывал их, но не увлекался. А потом, когда окунулся в это дело, понял, что где я раньше был. Меня сразу же взяли, буквально через полгода взяли в сборную института, в сборную, скажем так, города. Мы представляли город на всех уровнях. И вот с тех пор, можно сказать, до 2012 года, по-моему, я играл в КВН, уже будучи работая. Иногда выезжал на игры в сочинские фестивали, принимали участие несколько раз. Вот фестиваль Кевин. Ну и на сегодня вот стараюсь. Скажем так, для меня это, ну и для меня все приоритетные направления. Но КВН как бы более родной, поэтому я его прошёл и считаю, что туда нужно вкладывать силы, потому что это отдельное дело. Олег Смольников, несмотря на занимаемую должность, является ведущим самых важных и значимых мероприятий нашего района. Безусловно, опыт, полученный в команде КВН, ему в этом очень помогает. На сегодняшний день я благодарен КВН за то, что у меня есть, во-первых, друзья, во-вторых, определённый кругозор. Опыт, естественно, выступлений на, ну скажем так, небольшой сцене, но тем не менее. Для меня сцена Кубанского казачьего хора – это большая сцена. Сцена сочинского фестиваля – это очень большая, серьёзная сцена. Мы там выступали. Ну, а я всегда говорил, что КВН сделал из меня меня. Ну, наверное, это просто площадка, где каждый человек реализует себя, просто позволяет раскрыть в себе то, что ты, допустим, как со мной получилось. Я не знал, что такое КВН. А потом узнал, слава богу. Ещё один из тех, кто стоял у истоков создания КВН в нашем районе – Армен Григорян. На сегодняшний день он работает заместителем директора городского дома культуры. Но то время, когда он играл в команде КВН, до сих пор вспоминает с особой теплотой. Это бессонные ночи. КВНчики знают и поймут. Это мозговые штурмы, это придумывание шуток в любом месте, в котором мы нашли свободное время. Сидим, думаем, придумали. Это всё надо поставить, это всё нужно отрепетировать, как говорят КВНчики, поставить на ноги, дать ума. Ну и, конечно, желательно, чтобы был ещё и талант, ну или хотя бы элементарное чувство юмора, чтобы можно было объективно оценивать и свои возможности, и оценивать возможности других ребят. За словом в карман не полезут весёлые и остроумные. Всё это о нынешних молодых КВНчиках из команды «Случайные люди» Славянского района. Вот уже на протяжении трёх лет они выступают в различных лигах КВН и дарят зрителям свой искромётный юмор. Все они студенты филиала Кубанского государственного университета факультета педагогики и психологии. В команде три постоянных участника. Один из них – капитан команды Павел Погребной. Вообще мы начали играть на первом курсе с парнем, который сейчас на сцене. И это была вообще игра межгрупповая, между группами педфака, педагогического факультета. Потом там у нас образовалась команда между нами двумя, и там ещё несколько ребят, но уже с исторического факультета. Вот мы с ними какое-то время играли. А потом вот остались, можно сказать, со старого состава, только мы с длинным худым парнем. А сейчас у нас немножко другой состав. Вот маленький парень, длинный худой парень, большой толстый парень. И ещё вот у нас народ набирается-набирается, мы в процессе как-то ещё набираем состав. Готовятся ребята к выступлениям за несколько недель, а бывает и месяцев. Они собираются в студенческом клубе, и тут начинается мозговой штурм. В творческой атмосфере они делятся идеями, обсуждают их. Вот так и рождаются шутки, юмористические сценки. Обычно мы собираемся за три дня до игры, пишем сценарий, и когда едем на игру, мы репетируем только там. Но на самом деле это не так. Мы пишем в течение месяца, разные какие-нибудь интересные темы развиваем, делаем музыкальную подложку, постоянно репетируем, пытаемся правильные интонации делать, чтобы хорошо смотреться на сцене, отыгровка. Интересных моментов было, в принципе, масса. Мы ездили в разные уже города, в станицы, мы были в Севастополе. В принципе, море впечатлений разных всегда от игры складывается. Было особенно весело общаться после игр уже с другими командами, когда уже отыграть. И в принципе, КВН, все команды КВН – это одна большая семья. Самое интересное всегда – это процесс создания сценария, потому что это очень смешно, очень весело. И вот особо какие-то моменты выделить не хотелось бы. Просто вот сказать хочется, что всегда самая интересная жизнь, она за сценой, за кулисами, когда с другими командами ты готовишься к выступлению, когда все друг друга поддерживают, подбадривают. И когда вы вместе вот так вот, как одна семья большая. Вот это вот очень интересно. Ну и, естественно, процесс написания сценария и тот эмоциональный позыв перед выступлением, перед выходом на сцену, этот взрыв, буря – вот это очень интересно. Отличная игра в лучших традициях КВНа. Это не только способ развлечения молодежи, но и одна из популярных форм досуга славянской молодежи. КВН сегодня – это искусство со своими правилами и законами. И только истинный любитель этого творчества сможет по достоинству оценить все прелести этой игры и стать настоящим КВНщиком. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».